С 1 января в Ульянской области начали работать региональные операторы. Это новшество следствия вступления в силу федерального закона, в котором говорится, что теперь вывозом твердых бытовых отходов будут заниматься исключительно те, кто могут его сортировать и переработать. Благоустройство и экология шагают рука об руку, но пока, как показывает практика, только в теории. Жители города Сенгелей, того самого, где создается и скоро будет работать национальный парк Сенгелеевские горы, где будут проложены экологические тропы, пишут и звонят нам уже две недели, говоря, что сейчас город утопает в мусоре. Мы выехали на место после пресс-конференции, на которой второй региональный оператор заверил нас, что с мусором там успешно борются. Подобные мусорные контейнеры для Сенгелей не редкость. Жители говорят, что совсем недавно все они выглядели вот так. Региональный оператор оправдывается, дороги плохо чистят от снега и он не может подъехать и очистить контейнеры. Однако этот бак был наполнен еще до того, как выпал такой глобальный снегопад. Жители Сенгелея недоумевают, почему мусор, который пусть и нерегулярно, но вывозили прежние мусорщики, местами теперь не вывозится совсем. Давно не вывозят мусор? Да уже давненько, так все время машина приезжала, а этот путь нет. Эти контейнеры расположены возле дома, где живут исключительно пожилые, поэтому в народе его называют домом престарелых. Однако страдают не только они. Жители окрестных домов, люди молодые и активные, ходят в местную администрацию с жалобами, но ответа нет. Тут комиссия была из администрации, они тут ходили, что-то фотографировали, что-то хотят делать тут, ну, видят. А Лена в том дому, она тут все, ну, командовать. Что-то, мол, не приезжают, не убирают. Машина сломана. Вот весь ответ. Ответ администрации странный. Жители видят, что на других улицах контейнеры вывозят. Нам повезло. После объезда города мы попали навстречу муниципалов, жителей и представителя регионального оператора. Разговор был жаркий. Оказывается, несмотря на то, что оператор давно направляет различные запросы к администрации, ответов от нее до сих пор нет. Их ревизию полную провести. Мы это просили сделать. Ничего мы не получили. Ничего, подчеркиваю. То есть, но мы, имея статус регионального, обязаны заходить на территорию. Обязаны, подчеркиваю. Мы здесь не работали до сегодняшнего дня. Мы 11 лет работали в городе Ульяновск. У нас большой опыт, у нас есть автопарк. Оператора понять можно. В незнакомом, пусть и небольшом городе, каждый контейнер для них – географическое открытие. Кроме того, привыкшие не выносить ссор из избы местные чиновники надеялись, что реформа, как и многие другие, пройдет стороной, не затронув их устоявшихся отношений в сфере ЖКХ. Однако исполнение федерального закона не шутка. Исполнять его оператор готов. Вот только пока должного содействия со стороны людей и властей нет. Пока есть место только взаимным претензиям. Вопросы справедливые. Только пока реагоператор не знает, где должно. Должны стоять эти контейнеры. График вывоза оговорен в законе. Мусор должен в большинстве случаев вывозиться ежесуточно, однако не вывозится. Чьи интересы задел своим приходом в район регоператор? Почему его работе совершенно не содействует? Почему он сам не делает всего, чтобы избавить людей от мусора? Заложники ситуации – жители. Однако их зачастую волнует не вывоз, а цена вопроса. Это киоско или с магазина, которого там 50 квадратов. С чего вы взяли такие тарифы? На луке я заводить. Не вы, вы были тарифы в мусором в горе? Вера, там... Я просто задам вопрос. Естественно. А вы принесли вот договор на 599 рублей. С 10 квадратных метров. Хорошо. Киоско стоит в центре города. Куда вы поставите мне контейнер, который я буду отплачивать за 600 рублей? Реформа, по словам тех, кто в сфере оказания услуг ЖКХ, давно сырая. Однако она действующая. Выстроить правильное отношение в этой сфере, научиться не переводить стрелки. Не перетягивать одеяло на себя еще только предстоит всем участникам процесса. Есть и положительные примеры ее работы. О них мы еще расскажем. Пока же можно сказать, что свалка возле Сенгелея, давно закрытая, продолжает принимать мусор и гореть. Контейнеры по городу забиваться. А региональный оператор номер два и сенгелеевская власть еще только начали, словно на шоу-проекте «Дом-2» строить отношения. Мы держим ситуацию на контроле и очень надеемся, что успех мусорной реформы в отдельно взятом муниципалитете не за горами. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.